Дорогие друзья, здравствуйте. Я хочу представить вам своего сегодняшнего собеседника. Это Гарри Табах. Насколько я знаю, Гарри первый выходец из пространства БСС, который стал капитаном первого ранга. Я правильно? Да, я стал первым офицером. В военно-морских силах США Гарри выходец из Москвы, получил в Соединенных Штатах медицинское и военное образование, затем служил в посольстве США в Москве, служил в миссии НАТО, ну и еще в ряде мест служил, включая Грузию. Гарри больше известен украинской аудитории, а также русскоязычной аудитории за пределами Российской Федерации. Ну, я думаю, даже не думаю, я знаю, что как собеседник Гарри очень интересен, с прекрасным чувством юмора, компетентен во многих вопросах. Ну, естественно, не во всех. Я думаю, Гарри, как и я, вряд ли разбирается в квантовой механике и ядерной физике. Но мы постараемся... Ответить могу, ответить могу на свой вопрос, но разбираюсь мало в них, да. Разбираетесь мало. Так что, дорогие друзья, мы сейчас будем проводить нашу беседу. Кстати, сразу подчеркну, что беседу вы увидите в записи. Сегодня воскресенье, 17 октября. Мы не проводим ее онлайн, потому что разница во времени не позволила бы нам собрать большую аудиторию. Потому что для Гарри было бы неудобно проводить глубокой ночью, когда, допустим, в России вечер. Я надеюсь, вы нам простите. Мы резать ничего не собираемся. Тем паче, что мы не собираемся материться. Я уже обрезал. Переходить на язык, как это называют, вражных и взаимных оскорблений. Я думаю, что мы будем обсуждать самый широкий спектр вопросов, отличный до международной политики, до российско-американских отношений. Видимо, то, что всегда очень интересует русских, это то, что происходит с президентами в Соединенных Штатах. Граждан России это интересует гораздо больше, чем то, что происходит с нашей российской политикой. Если верить российской пропаганде, сразу подчеркну. На самом деле это не так. Мы будем вести просто беседу, просто беседу, без всякого заранее подготовленного плана. Это, кстати, наше с Гарри первое знакомство, видеознакомство я имею в виду. Я надеюсь, что, даже не сомневаюсь, что он окажется успешным и удачным, и мы сможем потом эти беседы продолжить. Гарри, пожалуйста, что вы бы хотели добавить к этому введению? Я бы хотел добавить, что я очень рад, что вы согласились, что мы в контакт вошли друг с другом. Я вас часто слушаю, смотрю, иногда вас троллю, иногда просто соглашаюсь, иногда защищаю. Ну, в общем, я вообще так вот с профессурой имею такие, что у нас называется love-hate relationship. Такой, там я считаю, что они там в большевистском перевороте участвуют, что они у нас, вот эти все демократы левые, со своими идеями, со всеми. Как говорится, не умеешь делать, тогда можешь учить, преподавать. Ну, кстати, я сам сейчас стал преподавателем в университете, поэтому я чуть-чуть легче стал, легче на них наезжать стал. Медицина? Что преподаете? Нет, в медицине, понимаете, как в медицине я только закончил фармацевтический факультет, но я практически никогда этим не занимался. Я сразу стал офицером морским, но это образование у меня есть. И вот майор Швиц очень переживает из-за этого, он все время переживает из-за того, что я аптекарь. Ну, ничего страшного, я думаю, что быть аптекарем тоже не самое последнее дело. Это довольно-таки очень сложная профессия. Это надо быть химиком и биологом, это сложная профессия, да, не каждый может выучиться. Вот, и я сегодня специально оделся, вашу честь, видите, в костюме и с бабочкой, чтобы тоже быть похожи немного на профессора. И часто люди, конечно, думают, что это в украинских цветах желто-блокидных, но это не совсем так, потому что цвета наших морских сил тоже желто-блокидные. Вот, допустим, вы знаете, у нас такие знаменитые шапочки, которые мы носим на кораблях и все такое, они у нас тоже желто-блокидные. И вот символ или герб военно-морских сил тоже, вы видите, это синий с желтым, или мы называем это сине-золотые. Так что, так совпало, что и украинские цвета, и цвета наших военно-морских сил одинаковые. Вот, это такое вступление мое, и, конечно же, у меня к вам уйма вопросов, но я не хочу доминировать своими вопросами, потому что, как вы говорили, у нас не интервью, не такое, а у нас такое дружеское собеседование. Ну, поэтому я сразу прыгаю к президентам Соединенных Штатов Америки. Да, давайте. Где-то год тому назад, перед выборами, вы сказали на Укрлайф ТВ, вы сказали, что у Трампа, у России есть какой-то там компромат на сына Трампа у Кремля есть, может быть, наркота, потом сказали, что он в сутки находится в депрессии, Трамп, после того, как он разговаривает с Путиным, перепоговорил, и что цены на нефть выгодны расти при Трампе, как бы он их повысил, хотя на горючее. И вообще, в принципе, то, что делает президент Трамп, выгодно Путину. И вот я думаю, вот сейчас, пройдя год, вообще-то это звучит, как будто вы говорили о Байдене. Сын наркоман, там какой-то компромат. Он все время звонит Путину, с ним советуется, а маме рассказывает, цены на нефть поднялись при нем. И вообще много, что он делает, это в пользу Путину. Как бы вы говорили тогда о Трампе, а по ходу получается Байден. Вы изменили свое мнение тогда, или все-таки вы остаетесь при своем... Гарри, да, это очень хорошо, что вы провели это сравнение. И оно тем более плодотворно, что когда проходит время, и мы смотрим в прошлое, то много в прошлом начинает выглядеть иначе, особенно когда мы сравниваем. Ну, давайте, с вашего позволения, по пунктам. Давай. Значит, насколько я знаю, да, у российской стороны есть некий компромат на Трампа, на Дональда Трампа. Компромат какой? Я не знаю, к сожалению. Я не знаю. Предположение, предположение... Мне говорили люди мнению, которым вполне можно доверять. Предположение, это может быть компромат сексуального свойства, когда Трамп посещал Москву. Я имею в виду, когда он занимался только бизнесом. И второе, это компромат, связанный с некими финансовыми операциями. Ну, насколько я знаю, вы знаете это лучше, что комиссия специальная, которая разбирала, рассматривала, как говорят в России, под мелкоскопом дела Дональда Трампа, ничего подобного не нашла. Но я знаю, что победа Трампа воспринималась именно Кремлем. Кремлем как колоссальное достижение и очень выгодный для России шаг. Это первое. Второе. Что касается того, какие действия Трампа рассматривались как выгодной России. Я сразу, кстати, хочу подчеркнуть, что в данном случае Трамп исходил из, как мне кажется, интересов Соединенных Штатов. Я вообще считаю, что Трамп пытался действовать в интересах Соединенных Штатов, когда он пытался сдерживать Китай, когда он пытался заняться возвращением рабочих мест в Соединенные Штаты, когда он сдерживал миграцию. Это, безусловно, проамериканская политика. Безусловно, проамериканская. Я, кстати, уверен, что если бы не началась пандемия, он бы, скорее всего, выиграл выборы. Он бы выиграл президентские выборы. Потому что весной 2020 года, ну, собственно, до разворачивания пандемии, все опросы показывали, что у Трампа шансы победить выше, чем у Байдена. Хотя за Байденом стояла коалиция меньшинств. Так это называется, да? Большевики. Да, ну, это люди, в общем, действительно не просто либеральных, я бы сказал, слишком леволиберальных взглядов. Ну, большевики. Они в меньшинстве, но называются большевика. Да, и мои знакомые Соединенных Штатов, кстати, которые, как и вы, покинули сейчас Советский Союз, с ужасом мне рассказывали, что мы уехали из Советского Союза, и такое впечатление, будто Советский Союз нас здесь сейчас, да, по крайней мере, идеологически настигает. Так что какие-то действия, которые он совершал, выглядели как действия, совершаемые в интересах России, что не означает, что они были намерены. И, возможно, вот вся эта... Ну, а какие действия были в пользу? Вот у меня есть 20 действий, которые он сделал против России. Да, давайте так. То, что считает ослаблением НАТО. И вы прекрасно помните, что при Трампе отношения трансатлантические резко ухудшились. Возникли серьезные проблемы в отношениях НАТО. В отношениях с НАТО. Сразу поправляю. Но при нем в НАТО все стали вносить бюджет. При нем все танки и все самолеты НАТО, которые должны были летать, летали и действовали. Самолеты НАТО, стратегические бомбардировщики, летали на территории Украины, и НАТО функционировало при нем. Да, он не нравился всем остальным в НАТО. Почему? Потому что раньше президент Америки за них платил, за их ужин в ресторане, а теперь они каждый должны платить за себя при этом. Конечно, он не нравится. Но это же наоборот. Он сделал НАТО сильней, а не ослабил. Гарри, я знаю эту логику. Бюджет НАТО. Бюджет НАТО вырос. Да, я считаю, что эта мотивация была, мне кажется, справедливой. Что нельзя же полагаться только на вклад Соединенных Штатов. Надо платить самим за свою оборонку. Конечно. Да, хотя, скажем, члены НАТО, я имею в виду чиновники, мне рассказывали, что они и так много уже, слишком много платят, содержа базы и тому подобное. Но вы эту риторику тоже знаете. Я в данном случае говорю вот о чем. Что это давление Трампа, а это было именно давление, в его манере действовать, бизнес-манере, бизнес-стиле, оно вызвало очень сильное напряжение и откровенное недовольство, в том числе среди ключевых членов НАТО, среди ключевых европейских. Допустим, а американо-германские отношения, Германия – это основной партнер Европы, основной партнер, резко ухудшились, резко ухудшились. Вы прекрасно знаете, как Трампа воспринимала европейская элита, истеблишмент. Впрочем, американское истеблишмент тоже значит начальство такое. Никому не нравится. С точки зрения Кремля, это все шло ему на пользу. Никому сильный лидер не нравится другим. Это первое. Второе. Считалось, что Трамп, в общем, не оказывает давление на Россию по украинскому направлению. Не оказывает давление на Россию, подчеркну. Третье. Бача, ну как же, они могут это так и считать. Но это Байден и Обама наложили санкции на летальное оружие Украине, а Трамп дал летальное оружие, пошел вместе с Конгрессом Украине. При Трампе летали стратегические бомбардировщики над Украиной. При Трампе было спланировано самые большие учения Си-Бриз, которые произошли уже под Байденом, но спланированы-то они были при Трампе. При Трампе перестали российские самолеты, что мы называем баз, наши корабли там. И постоянно были учения при Трампе в Украине. При Трампе Индия перестала закупать самый большой закупщик оружия у России, а стала закупать у Америки и у Украины. Гарри, да, я еще раз подчеркну, речь идет о восприятии. О том, как это виделось, и не просто из Москвы, не то, как это виделось, допустим, антитрампистом. Я, кстати, не антитрампист, вам сразу скажу. Я знал, что вы мне понравитесь в конце концов. Выгонение Трампа, Трампа и Байдена, ну, явно не в пользу последнего. Ну, конечно. Но сейчас, да, дело выглядит так для Москвы, для Кремля, и, в общем, об этом говорят, что Байден оказался, в конечном счете, выгоднее Трампа. Хотя с ним были связаны довольно серьезные опасения и страх. А смотрите, это сын Байдена взял почти полмиллиона долларов у Батуриной по какой-то причине. Это еще когда Трамп был президентом. И я вот думаю так, если бы Гитлер в 43-м году говорил, что Рузвельт хороший человек, что Рузвельт нам в пользу, то американцы бы за него не проголосовали. Почему? Потому что враг говорит, что он хороший. А ему как раз выгодно, чтобы он не выиграл. И когда Путин говорит, да, Трамп нам выгоден, Трамп хорошо, по-настоящему-то он хочет, чтобы он проиграл, чтобы американцы сказали, а, раз он Путину выгоден, и Путин это говорит, значит, надо голосовать против Трампа. Гарри, ну, все-таки Путин публично этого особо не говорил. Ну, я говорю, Кремль, Кремль. Да, фигурально. Особенно ближе к концу президентского срока. Потому что боялись испортить отношения с возможным победителем гонки. Не хотели, да. И не хотели, кстати, мешать Трампу. Но ставка все-таки была на Трампа. И пытались Байдену помешать. Но таким образом они мешали Трампу, а не Байдену. Это уже вопрос оценки, оценки ситуации и оценки действий, которые вы совершаете для того, чтобы на эту ситуацию повлиять. В конечном счете, вы же прекрасно знаете, что всегда есть риск самого себя перехитрить. Он есть. Выкину самого себя, да. Да, совершенно верно. А вот что касается, я бы сказал, некоторого восхищения Трампом в адрес Путина, что было. Вот лично мне очень многое объяснила статья Фионы Хилл. Вот Флорин ФС, она недавно появилась. О том, что Трамп испытывал восхищение перед таким стилем руководства. Ну, на самом деле, положа руку на сердце, я думаю, что любой европейский или североамериканский политик, за небольшим исключением, не может не позавидовать господину Путину. Потому что ему наплевать на парламент, ему наплевать на масс-медиа. Он что хочет, то и делает. И, конечно, для любого политика отсутствие таких ограничений – это преимущество. Особенно для Трампа. То есть, психологически Путин и Трамп действительно в чем-то похожи. Они в чем-то похожи. Вот чем. Трамп ничего такого… Они говорят, что это психологически, но он ничего такого не сделал. Его забанили на Твиттере. Его забанили на Фейкбуке. Он их не закрыл. Он ничего не сделал против них. Его критиковали все СМИ. Он никого не закрыл. Он никакого американского демократического института не прикрыл. Не разрушил. Не разрушил. А при Байдене, мы сейчас с вами что-нибудь скажем, нас забанят. Нас выгонят. Хотя на Твиттере и на Фейкбуке Талибан может, Иран может, а вот Трамп нет. А вот Байден как раз сейчас. Надо носить там маски, надо всем вакцинироваться. Вот эти оружия нам надо всем сдать. Он как раз на наши демократические… Гарри, я понимаю, я согласен. А Трамп-то ничего не сделал, хотя мог. Так чем же он похож-то на Путина своей манерой? Психологически, психологически. Я же не говорю, что действиями. Конечно, Трамп не мог совершить таких действий. И он, думаю, и не мечтал даже о том, в сокровенных своих снах, чтобы подобные действия совершить. Но мы в данном случае говорим о сходстве психологического профиля. Что, возможно, облегчало некое взаимопонимание или могло бы сделать легче взаимопонимание Путина и Трампа. Другое дело, что у Трампа были связаны руки. Да, из-за вот этого дип-стейта, глубинного государства. Он только отбивался. Я вот честно вам скажу, что я вообще ничего схожего между ними не вижу. Один высокий, другой низенький. У одного много волос, у другого мало волос. У одного вроде много женщин, кстати, по сексуальному этому компромату. Знаете, 30 лет я прослужил в военно-морских силах. Секс-компроматом он не работает. Ну, у Трампа, да, у него было много женщин. Они там написали. Большое дело. Но у одного, один говорит, что у него много денег, но мы точно не знаем, или у него много денег, или нет, а может быть даже мало. А второй говорит, что у него денег нет, он только Родине служит, но мы все знаем, что у него очень много денег. И один бизнесмен, а другой КГБшник. Вот я вообще не вижу в них ничего схожего. Напористость. Напористость. Стремление к власти. Все любят власть. Путин был до последнего времени, до того, как он действительно оказался в лапах болезни, он был довольно-таки энергичен. А чем он болеет? У него тяжелая онкология, у него психоневрология, у него еще и психические заболевания. Я думаю, что у любого диктатора, который у власти так долго, и у которого так много власти так долго, они все психически ненормальны. Я вообще считаю, что политики люди не совсем в себе. Но вот онкологию у него поточнее можно? Чем он болеет конкретно? Это кишечник. У него тяжелая онкология. Не переваривает, значит. У него тяжелая онкология. Да, это, кстати, очень насколько... С ограниченным горизонтом дожитие. Вот так. Вы знаете, в чем вас обвиняют, кстати? Кстати, я хочу сказать, что это очень плохая онкология. Это очень тяжелая, она болезненная. Больно, больно человеку жить с этим. Но вы знаете, в чем вас обвиняют, что уже много лет вы говорите, что завтра Путина не будет. Через месяц не будет. Конечно. А он все остается, а он все время остается. Я так никогда не говорил. Я говорил о том, что в 22-м году его не будет в политике. Причем я не говорил, что его не будут в живых. Я говорил, что именно его не будут в политике. Это первое. Второе. В 16-м году я говорил, что он столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы. Это был год, когда у него диагностировали рак. У него не первый раз рак диагностировался. И тогда, в 16-м году, встал вопрос о том, чтобы, возможно, перенести президентские выборы, которые должны были быть в России в 18-м году, на 17-й год. Но врачи спасли тогда вождя, и была достигнута ремиссия. Вождя в кавычках, по аналогии со Сталин. Так что он подвержен болезням, как и любой смертный. Он имеет прекрасный медицинский уход. Это обвинение с профессора Соловья мы снимаем. Нет, обвинения не надо снимать. Люди вольны понимать так, как они хотят. Я отвечаю только за то, что я говорю, Гарри, как и вы. Но не за то, как нас понимают. А я вот, видите, мы с вами здесь рады. Я вообще не отвечаю, за что я говорю. Я сразу всем говорю, я не отвечаю, за что я говорю. Потому что то, что мне приходит в голову, я сразу говорю. А потом я с собой всю ночь спорю. Иногда проигрываю сам себе. Гарри, не верю я, не верю я в то, что офицер военно-морских сил настолько не продумывает того, что он говорит. Слушайте, наш главнокомандующий вообще перестал думать. Так что мы берем пример. В каждой стране свое несчастье. Да, да, да. Но я вам скажу, что я с вами согласен. Здесь я продумал, когда я вас спросил вопрос, какой у него онкология. Потому что вы, генерал Свер, говорят, да, у него онкология, онкология. И у вас вся информация есть, но вы не даете, какая же все-таки онкология. Но я здесь с вами согласен. Это, наверное, похоже, опять же, я это делаю как дилетант, на желудочное. Потому что мне тоже говорили очень часто, что в туалет с ним ходят вместе. Его охрана заходит с ним в туалет вместе. То есть она все, что он оттуда из своего тела выпускает, они забирают с собой. Потому что у нас тоже разведка. Они начинают в этом копаться и таким образом определяют. Вот представьте себе такую работу в разведке. Это копаешься себе в дерьме президентов и разбираешься, чем же они болеют. Если считать, что политика дерьмо, то это нормально. Но вы знаете, американская разведка, кстати, как и МИ-6, они имеют доступ к информации о здоровье президента. Ну, конечно. Они осведомлены. Они осведомлены очень хорошо. Есть такая служба в вооруженных силах. Есть очень много служб, которые люди не знают. Например, такая есть медицинская разведка, где сидят врачи, психологи, психиатры. Разные врачи смотрят, как он выступает, что он говорит. И потом делают свои заключения. Ну и также есть, которые ходят, охотятся, где он пил, где его слюна была, где его там отходы человеческие были, где волосы его были. И все это они разбирают и изучают. Есть такая. Есть такая же еще в вооруженных силах, в советских, я никогда не знал. Есть такие войска, называются КЕЧ. Вы слышали когда-нибудь про такие войска? Нет, не рассказывайте. Это коммунальная эксплуатационная часть. И мы говорили, у нас говорили, что это самые секретные, самые зверские войска в советской армии. Потому что там, где они появляются, в первый день отключается свет. Во второй день отключается тепло. А на третий день все заливает говном. Поэтому они самые страшные войска. Даже шутки, и те у них жестокие, я понимаю. Армейский фортлер очень богат. Есть. Любой офицер мог бы поделиться множеством подобных историй. Как и, кстати, взаимная нелюбовь военных и политиков. Это тоже красиво. Да, я считаю, что часто мне говорят, что я должен идти в политику. В наших районах здесь. Я говорю, невозможно. Я вообще удивляюсь те военные, которые идут в политику. Вот вы видели, как наш министр обороны сейчас сидел и крутился. Он генерал. Он не министр, он не политик. То же самое и с генералом Мэттисом. То же самое и с генералом Колан Паулом было. Они не могут. Мы из другой материи сделаны. Из другого материала. Мы, наверное, все-таки ближе к учителям. Вот офицеры, так как мы воспитываем, учим солдаты. Мы, наверное, лучше бы как раз в университете где-нибудь пристроились. Но самое большое у нас несоответствие, нестыковка – это с дипломатами. Потому что мы должны говорить честно, прямо, сразу, принимать решение, с этим решением идти вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!